Еще раз всем огромный привет, девчонки! Обзор на трансляцию Эдика Адамяна. Мы обычно редко это делаем, но сейчас, девочки, у сытников затишье по известным причинам. Посмотрела трансуху у Эдика. Тем немного для разговоров, но мы с вами найдем, о чем посплетничать. Называется там про сулико и не только, хотя в названии слова эти все для заманухи какой-то, ничего там про сулико, никакой особенной нет. Это была в детстве кличка у Эдика в селе такая, не знаю, почему его так называли, может, в связи с фамилией, да. Тема другая, разговор пойдет совсем-совсем про другое, девчонки. Много было разговоров, где-то две трети, наверное, всего эфирного времени в трансляции Эдик разговаривал, честно скажу вам, просто ни о чем. Вот ни о чем. Читает подряд вопросы из чата и ни на один не отвечает. Просто читает подряд, читает. Я, вы знаете, всегда задавалась тоже вопросом, вот как интересно этим зрителям, его зрителям Эдика, общаться с ним. Вот о чем? Они же не общаются. Ну, ответит там на пару вопросов за полтора-два часа. Просто перечитывает вслух, не называя даже ников, фамилии и все. Там периодически кого-то банит. Все. Я не знаю смысл, какой в этой трансляции. Тем не менее, Эдик регулярно выходит в эфир сейчас, особенно часто. Девочки сказал, что будут опять и снова ехать в село, какие-то дела там заканчивать у родителей, помогать опять будет он что-то делать. Понятное дело, не в родителях проблема, ничего особенного там такого не нужно делать ему. Нужно что-то снимать. Я прекрасно это понимаю, дома сидеть в этой спичечной коробчонке, и что ты тут снимешь, и о чем ты поговоришь. Ни о чем. Поспрашивали, где девочки, что они делают, по комнатам сидят девочки. Для меня тоже это очень странно. Старшеклассницы, я помню свое это детство, школьные годы, старшие классы, меня загнать домой было просто невозможно. Уроки делались в попыхах, быстрее, пока родителей нет дома, сразу же после школы. Поела, не поела, и быстрее на улице, потому что там толпа, там все мои друзья, и в любое время года мы все что угодно. То ли каток заливали водой, потом катались, то ли из горки, если это была зима. На лыжах съезжали, крепости строили, даже со второго этажа с парашютами прыгали девчонки с простынями. Был и такой опыт в моей жизни. Может быть, когда-нибудь расскажу, как я сломала руку. Но не об этом сейчас, речь не обо мне. И в футбол я играла, и в выбивалки, и в волейбол, и в баскетбол, если это летом, и классики, и всякие игры. Я не понимаю, как эти девчонки вообще сидят дома, как не надоело и не тошнит такая жизнь. Молодые, взросленькие уже девахи. Для меня это очень большая загадка, но, как вы всегда говорите, дети святое не трогаем. Дело не в детях, а в родителях, как мне кажется. Поговорили там про Пасху, про куличи, кто как отмечает, кто в какую церковь ходит. Ну, такое себе, вода. Затронулась тема, как обычно, ребята, забомбили просто зрители Эдика долгом Самвелу. Долг, помните, денежный. И почему-то в этой трансляции возник такой вопрос про долг. Ответ Эдика, там пишут, значит, почему не отдаешь? Ну, вот почему, тебе сколько пишут, почему не отдаешь? Я знаю, вы скажете, мы эту тему уже сосали, ели, пережевывали, выплюнули, сколько можно, но не отдают. А я делаю обзор на то, что увидела в трансляции. Если поднимался этот вопрос, я и обсуждаю, обозреваю, так сказать, это видео. Почему не отдаешь? Время идет, ты не отдаешь. Ответ Эдика. Мне, значит, смешно, сказал Эдик. Даже с вашего вопроса, ребята, это говорит Эдика, мне смешно. Вот у меня нет никаких материальных затруднений, у меня эти деньги лежат, и я, конечно же, обязательно отдам эти деньги. Вот тянет кота за хвост, ответа конкретного нет. Вот поедем в Украину, минуточку внимания, буквально 2-3 видео назад, он говорил, вряд ли мы поедем в Украину. Все поменялось, вряд ли мы поедем в Украину. Хочется, конечно, да, мы хотели, но время поменялось, события изменились, вряд ли мы поедем. Сейчас, как черт из табакерки, опять 25, вот мы поедем в Украину, и я обниму брата, и пожму руку, и вы все это увидите. Если не поедем в Украину, то я найду способы ему отдать. Чего ты этот способ сейчас не используешь? Иди перевод сделай и сними нам на видео, и все закроют рты угомоняться. Как ему вот это вот приятно слушать, постоянные эти упреки от зрителей. А зрители ж такие, они не отстанут. Они, если въелись уже, они крепко держат за горло, они не отстанут. Как человеку доставляет это удовольствие, я не понимаю. И он здесь же рассказывает, Эдик, что вот мы с Самвелом до Белоруссии не общались года 4, он говорит. Ну, Сева говорил лет 15, они не общались. Здесь говорит года 4. Я не знаю, где правда, я просто передаю слова сейчас Эдика. Были разногласия там на почве, там политика замешана, да. Так вот, даже не созванивались, не то, что там не встречались. Но когда Эдик заболел в этот период времени, когда не общались с братьями, и Эдуард лежал в больнице, там было подозрение даже на онкологию, но, слава Богу, обошлось все. То Самвел матери предлагал и говорил, мама, сколько денег нужно, я дам, пожалуйста, несколько раз. Эдик говорит, что Самвел предлагал несколько раз, но я отказался, у меня такой нужды не было. Я не брал. Зачем брать, если деньги есть? Сейчас он, когда произносил эти слова, он не сев восхвалял. Он себя, любимого, преподносил нам так, вот что, если не нужны деньги, то он и не брал ни копейки, а мог бы взять, мог бы поплакаться там и взять эти деньги. Я думаю, мог бы и не возвращать, конечно же, ребят, мог бы это сделать. И ничего бы страшного не случилось. Девчонки, там почитала в комментах, даже пишут люди, шел 2035 год. Эдик, двоеточие, открываются кавычки. Я долг отдам Севе, отдам обязательно. Вот когда поедем на Украину, я пожму руку, обниму и долг отдам. Мне было смешно и весело как-то от этого. Вообще здесь зрители правы. Ребят, ой, ну жлобяра. Там мне по поводу Эдика написали курочки его, которые очень любят Эдика. Нападали там, писали, какой ты имеешь право Эдика вообще обозревать, обсуждать. Там такая семья. Возвели его в лик святых. Просто Эдик святой, великолепный. Но чуть ли не икону надо с него написать, с этого Эдика. Ребята, открыто вам говорю свое мнение. Имею право выразить его на своем канале. Я вижу второе дно у Эдика. Это не такой честный, открытый человек, как думают его зрительницы. И я четко это вижу. Мне не нравятся такие люди. Не нравятся. И поэтому все, что я вижу на экране, я об этом и говорю. А вы, конечно же, вы можете и имеете право высказать также свое мнение. Хоть в защиту Эдика, хоть против него. Единственное, я против оскорблений и унижений. Вот и все. А так в доступной, грамотной форме, цивилизованной, толерантной. Пожалуйста, высказывайтесь. Никто вас банить не будет. Удалять такие комментарии у меня на канале никто не будет. Пожалуйста, пишите. Спросили про мамку, ребята. Что там с мамой? Как мамка? Сильно переживают, просят, чтобы Эдик поучаствовал, повлиял на Самвела. Чтобы Самвел нам сделал такой сюрприз, оказывается. Показал Васильевну. Наконец-то выпустил ее из темницы на улицу. Девочки, для кого это такой сюрприз? Я, например, на Пасху не хочу никаких сюрпризов в виде шубечки и лицезреть на экранах. Ну, честно. И кто там так желает этих встреч? Кстати, таких людей немало. Пишут, что мы так соскучились. Без нее так скучно. Оказывается, есть такие люди. Ну, и, конечно же, ребята, немножечко затрону тему по поводу. Здесь у Эдика тоже озвучивалось, что Самвел спас девочек в магазине. Прям такой спасатель, знаете, прилетел. По поводу этой хабалки, тетки, которая орала там в магазине посуды. Нападала на этих словезно, конечно же, да. Вела свои нападки против этих продавщиц. Орала, вы все это слышали. И Самвел заступился и выдворил ее с магазина. Но это, так все сказано, было немножко не так. Но да, участие Самвела и Коли поспособствовали тому, что эта тетка удалилась, скажем так. Потом Самвел уже в трансляции немножко приоткрыл занавес. Сказал, что ему там писали. Кстати, магазин посуды написал в Вайбере Самвелу слова благодарности, что он им помог избавиться от такой клиентки. Но какие-то зрители написали Самвелу, что это действительно, они ее вроде бы как узнали. Не знаю, девочки, правда, нет. Что услышала, то вам и рассказываю. Да, это из уст Самвела, что это какая-то аферистка. Где-то подворовывает в маленьких магазинчиках товар. Потом приходит и под видом того, что она у них делала такую покупку. А чека нет, начинает кричать, хочет сдать этот товар и получить деньги обратно. Есть такие разводники, есть такие схемы. Не знаю, насколько они действуют. Без чека никто никогда тебе не примет товар обратно, деньги не даст. Ну, может быть, он говорит, похоже на цыганку. Люди писали. С помощью гипноза как-то там голосом они тише, громче, то орут, то тихо разговаривают, как-то воздействуют на психику продавцов и может умыкнуть даже деньги из кассы. Девчонки, не знаю, честно, напишите, было ли в вашей жизни такое, случалось ли такое. Если да, то напишите. И мы все будем вооружены, будем знать информацию, потому что это действительно очень важно, если такое происходит еще до сих пор в наше время. Это серьезные, конечно, такие обвинения. Ну, все может быть. Я, кстати, ничему не удивляюсь. Такой был обзор, девочки. Пишите, как обычно. Очень жду ваших комментариев. Не забывайте, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Пальчики, колокольчики. Всем вам спасибо за обзор. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok